Ребят, всем привет! У меня здесь приготовление, очередной шедевр, можно так сказать. На самом деле я хочу сказать, что я готова для себя, ребят, а снимаю для вас. Поэтому хочу поделиться сегодня с вами рецептом мясного блюда из потрохов, в данном случае свиной и потроха. Ну что, мои хорошие, досмотрите видео до конца и давайте начнем. Ну что, смотрите, я уже начала резать у нас сегодня, в данном случае, вот такое вот блюдо из мяса, это потроха. Давайте я сейчас одену, наверное, перчатки, буду потихонечку дорезать и поболтаем заодно. Ребят, режу я соломкой, сейчас скажу почему. Я уже ни в одном виду не упоминала, что родом, родилась я родом из Грузии, у нас это называется кучмач. То есть мясо из потрохов, можно, конечно, из куриных, из гусиных были, гусь у нас делали мы, также утиные. Ну вот в данном случае у меня сегодня свиные. Вот таким образом вот я все это вот режу. Такими вот квадратиками. На самом деле очень вкусно, ребят, готовится. В данном случае желудки, значит, свиные, честно скажу. Я сначала отмачиваю в соленом растворе в нескольких водичках, несколько раз меняю. Ну и потом очень долго-долго варю, ребят, уходит у меня на варку где-то полтора часа таких желудков. Не солю, ничего не делаю, просто в воду и варится. Единственное, что, конечно, добавляю, но это опять на любителя, лавровый лист. Кому нравится, добавьте, кому не нравится, не добавляйте. Вот такую вот горочку я нарезала. Ну а далее перемещаемся с вами на сковороду и буду показывать, что будем делать дальше, ребят. Ну, смотрите, сковородочку я свою установила. Единственное, что, всегда, когда жарю что-то мясное, ребят, сковородку нагреваем, прям каленую полностью нагреваем. И только тогда мы ем масло. Дальше. Наш мой кучмач. Аккуратненько помещаем в сковородочку. Разделаю побольше. Так, и куда же, ребят, смотрите, у меня здесь две головки лука. На самом деле, кто любит чеснок, можно и чеснок, но я, допустим, свиные желудки люблю с луком. Поэтому, вот таким образом. Так, наверное, сейчас что-то железное варим. Масса большая, а сковородка недостаточно. И потихонечку лук обжариваем с нашим отваренным желудком. Очень любим это блюдо, очень вкусное, очень сытное. Картошкой будет самое то. Картошечку, конечно, я варю отдельно. Поэтому, и потолкуем. Смотрите, вот у нас более-менее обжарился. И дальше, ребят, маленькая моя фишка. Может быть, кто бы так и оставил. Кому как нравится, но я делаю вот что. Здесь мне чайная ложка куркумы. Ребят, на вкусовые качества этого блюда оно не влияет, но цвет будет потрясающий. Ну, и, соответственно, перчик и соль. Все по чайной ложке. Но, опять, регулируйте, потому что, ну, как бы, все надо пробовать. Кому как нравится. Также, как и с чесноком. Кто-то с чесноком любит, кто-то с чесноком не любит, с луком. Поэтому, я считаю, что и так, и так будет правильно. Но вот куркуму обязательно добавьте. Вот, смотрите, какая красота. Я жарю всегда для латистой корочки. Вот таким вот образом. Можно, конечно, сейчас поду деревянную, наверное, лопатку возьму. Вот, видите? Сейчас она уже начнет стрелять. Как только начнет стрелять, можно уже... Будет... Снимать. Ну, вообще, мне красота. Посмотрите, какое сочное. Красивейшее. Да и с лучком. Ой, вообще красота. Чтобы оно у вас бледное было, а то у вас, посмотрите, оно такого приятного цвета. У нас, конечно, это уже далеко в прошлом. 30 лет я в России живу. А тут у чмач подавался только так. Ну что, мои хорошие, пойдемте на блюдо с вами разложим. Смотрите, стоило жару. Ребят, еще добавила химели-сунели, но можете не добавлять. Если вы не любите, куркуму обязательно добавьте. Отставляем в сторону. Подставляем вот такое вот красивое блюдо. Можно, конечно, оставить в сковородке. Мне кажется, будет даже и неплохо посмотрится. И потихонечку мы сейчас с вами это все разложим. Вот такую нашу красоту мы еще с вами аккуратненько разложим. Вот, ребята, запах чего лучше не цвининки. Сытно, вкусно. Самое главное, посмотрите на ваш праздничный стол. Такую сковородку, мне кажется, не останется равнодушным ни один гость. У меня уже текут слюги. Поэтому, мои хорошие, я еще, конечно, все это не доложила. Аккуратненько. Аккуратно мы все это с вами протираем. Посмотрите, какая красота у нас с вами получилась. Очень красиво. Ну что, мои хорошие, не забывайте подписываться на наш канал, ребят. Пишите свои комментарии. Все просто и легко. Не забудьте поставить лайки. Всем пока-пока. До новых встреч, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...